Всем привет! Я Марина и с вами Школа Сакрамел. Реально ли сделать маникюр с покрытием за один час? Конечно, но насколько от этого пострадает качество? Результат мы с вами увидим в конце этого ролика. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик для того, чтобы получать уведомления о новых видео. Ко мне уже пришла модель. Мы выбрали цвет, обсудили будущий дизайн. Я подготовила оборудование, препараты, насадки. Все готово к работе. Остается только надеть перчатки, маску, включить таймер и начать работу. А если вы хотите ускориться, рекомендую вам посмотреть ролик на моем канале «5 простых шагов, как ускорить время маникюра». Ссылку на него я оставлю в описании. Поехали! Включаю таймер, дезинфицирую руки моей модели и приступаю к снятию гель-лака твердосплавной насадкой. Снятие произвожу на максимальных оборотах и работаю четко по схеме. Начинаю с левой части ногтевой пластины, переходя на центральную. Правую часть обрабатываю по диагонали к центру и далее область укутикую плоскостью насадки. Только работая по схеме вы сможете ускорить свое время. Посмотрите, у меня все движения четкие, нет хаотичных гуляющих движений по всей ногтевой пластине. Для того, чтобы ролик не растягивает некоторые моменты, я ускорю. По тому же принципу снимаю покрытие и на остальных ногтях. Не забываю выполнять сглаживание поверхности для того, чтобы ногти впоследствии не получились толстыми. Кстати, в скоростной работе использую педаль для аппарата, для того, чтобы не тратить время на установку нужной скорости. Заканчиваю снятие гель-лака на одной руке и перехожу к снятию на второй руке с большого пальца. Снимаю до тонкого слоя базы. Если база хорошо держится у клиента, не отслаивается, то нет необходимости ее снимать полностью. Оставляем. Во время снятия насадка попала мне случайно по перчатке и она порвалась. Поскольку я работаю на время, перчатки не меняю. Такая она у меня уже останется до конца работы. Беру апельсиновую палочку и приподнимаю кутикулу. Обычно в скоростной технике я ее не использую, но так как у моей модели налипшая кутикула, я решила ее применить, чтобы создать карман, для того, чтобы насадка в него хорошо вошла и не пропиливала ноготь. Приподнятие кутикулы буду выполнять при помощи насадки пламя. Выставляю скорость 15-17 тысяч оборотов в положении форвард. Насадка с красной насечкой и подходит для большинства типов кутикулы. Обрабатываю левый синус, боковую пазуху и валик сразу на 10 ногтях. Работаю конвейером, то есть не довожу полностью маникюр на одном пальце до конца. Обработав большой палец, прошу модель подать мне другую руку и продолжу обработку также на большом пальце. Не забываю про обработку боковых валиков. Я очень люблю, чтобы они были обработаны не сухие, а гладенькие, розовенькие, чистые, без сухой кожи. Закончив обработку в левом синусе на мизинце, переключаю направление вращения реверс и приступаю к обработке правой стороны. То есть мизинчик у меня так остается в руке, не беру другой ноготь, а продолжаю обработку на нем. После тщательной обработки пазухи в этом же положении реверс, но уже справа налево, выполняю при поднятии юбочки, так как буду выполнять аппаратный маникюр без режущего инструмента. Перехожу на следующий ноготь и выполняю все те же движения. Пазуху, боковой валик и справа налево при поднятии юбки кутикулы. Переподнимаю кутикулу на следующей руке, начиная с большого пальца. Обычно придаю форму ногтям после маникюра, но сейчас я кутикулу приподняла, поэтому могу сделать в данный момент. Если клиент у вас постоянный, то требуется укоротить длину на всех ногтях равномерно, на 2-3 мм. Но так как модель у меня незнакомая, руки для меня новые, я очень тщательно сравниваю попарно все ноготочки между собой. Форму мы не меняем. Прохожусь пилкой по поверхности базы, для того чтобы сгладить ее, не было бугров, неровностей и чтобы убрать появившийся объем после того, как я убрала длину. Прохожусь бафиком по отросшей части натурального ногтя. В скоростной технике обычно я также не использую баф, но в данном случае, учитывая кутикулу модели, что она сухая, была налипшая, даже после насадки остаются некоторые шелушинки, так сказать, под кутикулой, мне было проще забафить мягкой стороной бафика. Бафим ногти перед срезом, для того чтобы в дальнейшем его не размахлить. Меняю насадку на скругленный цилиндр с синей насечкой. Приступаю к удалению кутикулы на небольших оборотах, буквально 5-7 тысяч. Так как кутикула у моей модели все-таки жесткая, я выбираю синюю насечку, а не красную. Выполняя верхний захват пальчика, очень хорошо оттягиваю кутикулу в том месте, где буду ее удалять. В технике аппаратного маникюра самое главное при срезе хорошо оттягивать боковые валики, кутикулу, кожу в зоне синусов. Тогда ваш срез получится ровным, идеальным, без дополнительных заусенок. Аппарат у меня в положении форвард, обрабатываю справа налево на сопротивление. В таком случае кожа будет срезаться, а не зашлифовываться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Если вы видите какие-то небольшие участки, которые вас не устраивают, вы можете всегда вернуться на предыдущую насадку. Я беру пламя и зарабатываю правый синус. Продолжение следует... Продолжение следует... Обезжириваю ногтевую пластину. Для этого я использую безворсовые салфетки, для того, чтобы никакие ворсинки впоследствии мне не мешали покрытию. Заметила небольшие заусенцы на мизинце, поэтому снова включаю пламя и зашлифовываю их. Пламя с красной насечкой, а значит, более мягкое и как раз таки способен зашлифовать их. Продолжение следует... Приступаю к выравниванию базы. Я выбрала камуфлирующую, так вам будет ее лучше видно на видео. И плюс она имеет очень приятную консистенцию, быстро выравнивается. Если бы я взяла более густой материал, мне пришлось бы больше потратить время на выравнивание, что недопустимо в скоростной технике. Стараюсь работать без переворота руки, выполняя длинные зигзагообразные движения слева направо ногти. Периодически себе помогаю тонкой кистью и иногда переворачиваю руку для того, чтобы материал разровнялся. Работаю конвейером по одному пальцу, для того, чтобы не было затеков базы. Если будут затеки базы, то понятно, что и цветное покрытие будет туда затекать, а на устранение их я потрачу очень много времени. Увлажнила ногтевую пластину базой. Ставлю объемную каплю для большого ногтя, распределяю ксинусом и после этого выполняю зигзагообразные движения. Уже за один проход блик у меня ровный, отправляю в лампу. После этого отодвигаю кутикулу апельсиновой палочкой для того, чтобы сделать более глубокую прокраску. В качестве покрытия я выбрала пастельный бежевый оттенок. Он не очень хорошо ложится в один слой и чтобы все было по-честному, я нанесу его в два. Первый слой наношу также конвейером по одному ногтю, чтобы избежать затеков. Обратите внимание, делаю упор мизинцем той руки, в которой держу кисточку. Для прокраски под кутикулой я не использую дополнительные кисти, а выполняю кистью из флакона. Мелкие затюрки я убираю уже после разравнивания цвета при помощи апельсиновой палочки. Приступаю к нанесению второго слоя цветного покрытия сразу на нескольких ногтях. Большие пальцы просушиваю отдельно для того, чтобы цвет вдруг не скукожился. У нас остается 10 минут для того, чтобы выполнить небольшой дизайн гелем-паутинкой и покрыть все топом. Обезжириваю поверхность ногтя и при помощи кисточки выполняю тонкие линии паутинкой. Убираю излишки с боковых валиков и отправляю на просушку. Дополним декоративным элементом в виде квадратика. Это наклейка, которая выполняется очень быстро, но при этом смотрится стильно. Приклеиваю, разглаживаю при помощи силиконовой кисточки и покрываю топом. Топ наношу средний слой с выравниванием для того, чтобы перекрыть дизайн. Покрываю ногти топом. На левой руке я начинаю с указательного, для того, чтобы он лег мне на руку и материал не растекался. Делаю переворот на несколько секунд, чтобы выровнять блик, отправляю в лампу. А на правой руке я начинаю прокраску с мизинца. Он также ложится мне на руку и материал никуда не затекает. Сразу по три ногти и отправляю на просушку. Большие пальчики крашу отдельно. Переворачиваю для того, чтобы материал разровнялся и получился красивый блик. Стоп! Мы закончили работу. Вот наш итог. На снятие аппаратный маникюр, выравнивание базы, небольшой дизайн и цветное покрытие у нас ушло 58 минут 12 секунд. Результатом я довольна, хотя мой внутренний перфекционист чем-то не согласен. За час это вполне хороший результат. Конечно, можно было еще сделать лучше, красивее, прокраску глубже, но тогда понадобилось больше времени. Для салонного варианта это более чем вполне. Я думаю, что работая с такой скоростью в предновогодние дни, вы сможете неплохо заработать, принять большее количество клиентов. Ну что ж, друзья, ускоряйтесь, обгоняйте конкурентов и становитесь лучшими. Всем успехов в работе! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Мне кажется, нормально так, нет? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok